Кто-то говорит о том, что проект был подготовлен здесь, кто-то говорит о том, что проект был подготовлен за пределами Абхазии. Но мне кажется, это не важно. В принципе, мы понимаем последствия этого закона и последствия явно не такие, в которых будет заинтересован абхазский народ. Ну вот относительно того, сколько юридических проблем содержит в себе этот закон, можно бесконечно говорить, нам не хватит передачи, потому что колоссальный объем претензий к этому закону есть. Ну я думаю, что у меня будет возможность это в письменном виде лучше всего предложить, но могу на некоторые моменты обратить внимание. Мне кажется, что вообще в принципе сегодняшнюю нашу дискуссию, ее нельзя считать как бы такой что ли критикой, которая будет способствовать дискуссии вокруг закона. Совершенно нет, мы концептуально против этого закона. И я вот свою задачу вижу в том, чтобы как бы обществу показать, что этот закон в целом неприемлемый. Этот закон, во-первых, если просто читать закон, то как бы сложно понять все подводные камни этого закона. Но сам факт, что речь идет о значительном количестве апартаментов, сам факт о том, что речь идет о значительном количестве строений, в которых, собственно, будут находиться эти апартаменты. Что под это дело отводятся земельные участки. И самое интересное, что закон никак не ограничивает площадь этих участков. Вот если посмотреть закон, мы увидим, что апартаменты, правильнее говорить, апарт-отели, это имущественный комплекс. Имущественный комплекс, который может состоять не из одного из нескольких, да, из одного, двух, трех и так далее апартаментов. К, соответственно, апарт-отелю прилагается земельный участок и вся инфраструктура. Очень в этом плане надо отдать должное создателям закона. Очень подробно они изложили, какая инфраструктура возможна на территории апарт-отеля. То есть там есть и земля общего пользования, там, я не знаю, вплоть до того, что какие-то прогулочные территории. Там могут быть и коммерческие помещения, то есть кафе и даже банки упоминаются. То есть мы представляем, мы представляем, какой колоссальный, да, имущественный комплекс может вдруг возникнуть, да. Ну да, так было, и исходя из того, что там, допустим. То есть это могут быть, это могут быть целые микрорайоны, изолированные. Отклады как-то сказали. Да, совершенно точно. Один из менеджеров. Один из менеджеров, да, проговорилась и назвала вещи своими именами. Ну это, да, будет такой микрорайон, причем закон допускает, чтобы ограничивался доступ. Причем интересно, что фактически вот эта вот территория, этот анклав, она также будет действовать фактически как какая-то база. Посмотрите, как сформулирована, военная база я имею в виду, посмотрите, как сформулирована возможность доступа, да, на эту территорию. В неотложных случаях, оказывается, только могут представители там правоохранительных органов и других контрольных органов попадать на территорию этого объекта. То есть она в принципе закрыта, да, для посещения просто граждан. И не только, но и для посещения официальных представителей там государственных органов. То есть это как бы очень серьезная проблема. Мы, я думаю, Алхаз дальше об этом будет говорить. Мы приблизительно там просчитали количество, да, апартаментов, которые, возможно, да, будут строиться. То есть можно себе представить, какую ситуацию это создает. Ну и самое в этом неприятное то, что общество пытается водить за нас. То есть вот как в случае с этим Пицунским соглашением, когда нам говорили, что это не продажа земли, это аренда. Тут нам говорят о том, что это инвестиции. Но я не могу опять же согласиться с тем, что это инвестиции. Инвестиции это такое взаимовыгодные отношения. Здесь же я, исходя из самого закона, я не вижу никаких взаимовыгодных отношений. Главными бенефициарами вот этого всего процесса, главными формальными бенефициарами, потому что много вокруг всего будет происходить этого, там будут и неявные бенефициары. Но даже вот просто грубо, да, посмотрев на этот закон, мы увидим, что главными бенефициарами будут кто? Будут застройщики, которые отобьют, да, сто процентов, там, да. И люди, которые вложатся вот в эту недвижимость, иностранцы. То есть у нас, а где в этой, во всей схеме? Чиновничество, через которое происходит выделение земель, да? Естественно, да, естественно. То есть во всех этих процессах они будут присутствовать так, как они всегда присутствуют негласно. Этот закон породит чудовищную коррупцию. В этом его опасность, да. Продолжение следует...